Думая о Путине, я думаю, что вы тоже понимаете, что обратного хода у него нет. Он должен идти только вперёд, потому что как только он пойдёт назад, его добьют свои же. Да или нет? Он как велосипедист, как канатаходец, ему нельзя останавливаться. Ну и куда он пойдёт дальше? Давайте порассуждаем. Попытка какого-то рода эскалации, попытка масштабирования классических действий, попытка усиления гибридных операций, угрозы применения ядерного оружия, подкуп европейских чиновников и политиков. Мы же всё понимаем, он использует весь спектр. Но всегда заявленные цели не соответствуют реальным достижениям. Меня удивляет, почему украинское общество ещё не выработало иммунитета. 800 дней войны. Киев за три дня не случился, мягко говоря. Вообще, когда говорят о том, что кто-то пойдёт на Киев, ну так как-то становится смешно. Они вообще понимают, какие силы и следствия при этом надо задействовать. Вспомните город Грозный. Сколько его бровар и сельская армия? Два раза по нескольку месяцев. Полгода, по-моему, да? Ну, грубо говоря, хорошо. Даже если это три месяца, даже если это... Посмотрите на Грозный. Одноэтажная застройка, 40 квадратных километров. Где-то по центру немножко девятиэтажек, пятиэтажек, панельных, которые складываются от первого же снаряда. И посмотрите на Киев. 1200 квадратных километров. Монолитные дома по 20 этажей. А монолитный дом, ох, его надо как сахар по кусочкам откусывать. Его так просто не положишь. Сложнейший рельеф с закрытой местностью лесистой. Масса водных преград. Как он будет идти? Какими дорогами? Какая пропускная способность у этих дорог? Все же видели, как после 24-го его колонны стали и жили бойцы ТРО. Ну, вот эти военные фантазии, это так, знаете. Не имеет он таких сил. Сейчас ни на Харьков, ни на Киев. Будет использовать предыдущие успехи, скажем так, на Донбассе, да. Чтобы пытаться развить успех, выполнить дальнейшие задачи какие-то. По Одессе тоже вы не видите угрозы? Чем? Чем? Какая угроза может быть для Одессы, кроме террористических обстрелов? Он уже не способен ни на какие десанты, это однозначно и понятно. Потому что весь этот десант, он уйдет в гости к крейсеру «Москва». Заявление президента Франции Макрона, заявление целого ряда европейских лидеров о том, что, в принципе, возможно прибытие в Украину войск стран НАТО. Что вы об этом думаете? Я думаю, что пока это чисто декларативно все идет. Это же Европа, она бюрократичная, они еще три года будут обсуждать, прибудут или не прибудут. Конечно, было бы неплохо, чтобы они прибыли. Не для участия на фронте, банально для разгрузки, чтобы занять те участки, например, условно, северную границу с Беларусью. Но беларусам воевать с Францией такое себе удовольствие, сомнительно. Вообще сомневаюсь, что Лукашенко куда-то пойдет. Все его действия, какие-то мобилизации. Я вам сейчас четыре позиции покажу, с которых на Суваловский коридор готовится нападение. Это все, ну извините понты для приезжих. Если уже он вначале... Его гонит, да? Скажите, гонит как. Ну гонит, конечно. Конечно, ему методичку прислали, да, и он пытается нагнетать обстановку, чтобы отвлекать какие-то силы, естественно, какую-то истерию поддерживать. У него нет ни сил, ни средств для этого. Ну, например, иностранный военный контингент, он мог бы выполнять задачи по обучению, да, скажем так, по работе, по ремонту техники. Понятно, что это квалифицированные специалисты, это их родная техника, у них прекрасная школа обслуживания, да. Войска могли бы перекрыть, там, например, ту же самую границу с Беларусью, высвободить значительное количество сил и средств, которые можно было бы отправить на фронт. То есть, конечно, это все можно было бы сделать. Или если тот же самый Макрон там, условно говоря, иностранный легион французский отправил бы в Одессу, понятно, что там бы уже никто не высадился. Это же понятно, как бы, да. У французов, кстати, если что, есть настоящий авианосец, только у США и у Франции. Да, да. И миражи у них есть, между прочим. Ну, миражи разной степени давности, скажем так, они, скажем так, есть тоже не очень много. Но эти все самолеты проходят модернизацию, эти F-16 мы прекрасно знаем. Там самолет 50-летней давности. Ну, современная электроника, возможность применять широкий спектр вооружения, ну, это дает ему преимущество. И сейчас, поверьте, никто в воздушный бой не ведет всех друг другу на хвост, это уже не те времена. Да, в этом бою МиГ-29, Су-27, они уделывают любой иностранный истребитель, поверьте. Да? Ну, конечно, можете не сомневаться. Можете не сомневаться. Они превосходят по манерности любой истребитель в мире, любой, в принципе. Очень значительно. Но, так сейчас никто не воюет. Никто не позволит МиГ-29 зайти в хвост, там, F-16, и с пяти километров выпустить ракету Р-73. Ну, не будет такого. Просто-напросто его там со ста километров какой-нибудь ракета Р-120 снимут и все. Как только он будет в поле зрения, и будет понятно, что время полета ракеты, там, условно, там, сколько она будет лететь, пару минут на эту дальность, что он не успеет отвернуться и выйти. Все. Воздушные бои сейчас ведутся только так. И авиация противникам, она же применяет свои средства поражения, как не доходя до линии фронта. Очень редко, вот, когда им надо, там, в Авдеевке они нас утюжили, да, прямо по линии фронта. И то они это делали потому, что ограниченное количество у нас ПВО, к сожалению. Я просто постоянно бываю на фронте, я вижу динамику, да. Я вижу динамику, как под горловкой этот стервятник, он не просто там летает свободно, он чуть ли не по одному тому же маршруту, там, один каждый день, каждый день летает по одному тому же маршруту, зная, что в него ничего не полетит, понимаете. Ну, к сожалению, так. И тут, знаете, что интересно? Интересно отношение военно-политического руководства к своим мирным жителям и к своему воинству. Воины принимают удар, терпят, держат. ПВО направлено на защиту крупных городов, да, все, что можно прикрыть. Посмотрите на Путина. Понеся достаточно большие потери в средствах ПВО, куда он свежерасконсервированные установки отправляет? Все идет на фронт, все идет на фронт. А центры производства не прикрыты. Поэтому с ними случаются окурки в нем. И поражает, например, глава Татарстана, прекрасно очень выразился, великолепно просто выразился. Ну, типа, да, райком закрыт, все ушли на фронт, поэтому давайте своими силами. И тут проходит в Сибири чемпионат по метанию копья в дрон, ну, как никогда актуально. Как никогда актуально. Говоря о высвобождении наших военных для решения других задач с границы с Беларусью, да, а скажите, вот в Молдове, в Приднестровье, находится 14-я армия России, отвлекающая на границу с Молдовой наши силы. Как бы вы решили вопрос 14-й армии? Можно вообще добиться просьбы президента Молдовы на то, чтобы Украина уничтожила эту 14-ю армию и все, и закрыла вопрос? Ну, я думаю, что это очень простой политический вопрос. И могу сказать, что много сил эта группировка не отвлекает. Понятно, что они могут провести мобилизационные мероприятия. По недавнему времени, если я не ошибаюсь, опять-таки свежих данных у меня нет, у них было 4 батальона, но это ни о чем вообще. Тем более батальоны, вы же понимаете, какие были так себе. То есть там несерьезная история? Вообще несерьезная история, вообще. Поскольку у них сейчас отсутствует возможность перевозить туда какой-то контингент и вооружение, то ждать беды с той стороны не стоит. Хотя, конечно, это неприятно, это как бельмо на глазу, это как заноза, которая вот, пусть она и не особо опасна, но вот она есть там, это заноза и болит, и как-то немножко о себе напоминает. И склады колбасные тоже, кое-что есть? Ну, понятно, что что-то есть, оно бы нам пригодилось все, но я думаю, что на текущий момент политические риски превышают чисто военную выгоду. Если подвести итог нашей сегодняшней беседе, давайте вы как специалист предскажете дальнейшее развитие событий. Вот что вы видите, что будет дальше? Скажем так, противник будет пытаться проводить мобилизацию, возможные теракты в России для стимуляции этого процесса. Будет продолжать, естественно, мобилизацию военно-промышленного комплекса. Опять-таки, мы перечислили те компоненты, да, тяжелое вооружение, которое компенсировать не может. Постоянно, со знаком минусами во все время. Вот. Дальше противник будет активно проводить информационно-психологические операции. Да, вот эти вот рассказы, что сейчас Харьков за три дня и так далее. Вот. И противник будет продолжать войну на истощение. То есть, пользоваться преимуществом в дронах, в средствах наблюдения, в количестве артиллерийских боеприпасов. Кстати, ну, нельзя не отметить, что чехи, конечно, молодцы. Да, я думаю, что в ближайшее время мы почувствуем результаты их усилий, потому что, ну, они так очень хорошо нам, скажем так, перекроют на ближайшее время вопрос с боеприпасами. Вот. Наша задача какая? Закапываться в землю, держаться, выбивать противника, вымаривать, чтобы каждый метр украинской земли для него был оплачен кровью. Наша задача нашего подразделения ввести не только боевые действия, но ввести информационную борьбу, да, просвещать наш заблудший народ, говорить ему о том, что Путин и развязанная им война – это могила России, проводить работу с нашими сторонниками, в том числе среди властных структур и силовых ведомств. И я думаю, что со временем это даст результат. Но надо настроиться на год тяжелой борьбы, да, тяжелой борьбы, но, тем не менее, не впадать в отчаяние, понимать, что мы ведем борьбу за правое дело, мы ведем борьбу за свободу, мы ведем борьбу добра со злом. И как бы вот ночь не была темна перед рассветом, как бы и не страшно, ужасно было, мы обязательно победим, это только вопрос времени. А времени это может занять еще бесконечно долго, да или нет? Я с вами не согласен, я с вами не согласен, но история проходит, что изменения копятся очень долго, а реализуются очень быстро. В 17-й год дедушка Ленин пишет слезливое письмо, что, наверное, при своей жизни я революцию не вижу. Да, именно так. А октябрь 17-го года бежит солдат, бежит матрос, стреляет на ходу. Поэтому, вы знаете, у Господа Бога я христианин, у Господа Бога свои планы, они нам неведомы. Я скажу одно, что мы должны делать свое дело, сражаться, а он правым споборствует. Нет, тогда уже совсем напоследок. Мы же понимаем, в последнее время мы видим, что Запад и публично, и не публично толкает Украину к переговорам с Россией. Ну вот совсем свежее заявление Столтенберга, генсек НАТО, генеральный секретарь НАТО, не лишь бы кто, говорит, что, видимо, Украине придется пойти на территориальные уступки. И ни в коем случае не мы будем определять, Украина сама. Но если Украине не дадут снарядов, например, размышляя я вслух. И опять-таки утечка от Трампа. Вашингтон-Пост публикует, пообщавшись с его друзьями. Трамп в частных беседах говорит, что он скажет, вот его формула мира, за 24 часа он сказал, война закончится. Он скажет, что Украина должна отдать Крым и Донбасс. Я понимаю это так, что он скажет Зеленскому, отдай Крым и Донбасс, дальше все будет хорошо. Скажет Путину, бери Крым и Донбасс, уходи отовсюду, где ты еще есть, не уйдешь, я дам украинцам оружие, которое тебя сметет. Что вы об этом, обо всем думаете? Есть японская поговорка, дай волку палец, он откусит руку. Все прекрасно понимают, что Путин не договора способен. Что бумага и чернила, которые на этом договоре, они не стоят этого договора. Это же все прекрасно понимают. Трамп, популист, он использует свою левацкую повестку, для того, чтобы пройти, естественно, занять президентское крест. С Трампом все давным-давно уже было понятно. Давным-давно все уже было понятно. Не надо ждать милости от природы, взять их, у нее наши задачи. Поэтому работаем, сражаемся, воюем, все не так плохо, меньше обращаем информации на ту ипсоку, которая разгоняет противник. Скоро пойдут потихонечку, пойдут истребители, потихонечку пойдут снаряды. Мы видим, что какими-то средствами поражения, неведомыми нам, на расстоянии тысячи, тысячи двухсот километров от границы с Украиной, поражаются крупные и важные объекты. Поэтому флот уже, так сказать, по ределу бежит. Давайте не будем опускать руки. Горемся по горему. Максимилиан, спасибо вам за очень интересный анализ. Берегите себя. Вы нужны не только России, но и Украине. Спасибо вам. Я, кстати, напоследок хочу сказать, что вернулся из операции недавно в районе Белгорода. И очень передать хочу привет харьковчанам. Огромный, низкий поклон. Легион за Харьков будет драться до последней капли крови. Такого тёплого приёма мы, конечно, нигде не встречали. Харьковчане мы вас любим, мы за вас будем стоять стеной. Продолжение следует...